Горе дорога связывает Видное с Булатниковым. Каждый раз, проезжая здесь, водители не жалеют бранных слов. Яма на яме. Но уже летом часть этой дороги, начиная от Дамбы и до посёлка Измайлова, будет капитально отремонтирована. В этом году я настоял на капитальном ремонте этой дороги, и мы включили его в соответствующие планы. Мы получаем финансирование на эту дорогу из бюджета поселения в качестве софинансирования именно полномочий района. Проводит ремонт Дорсервис. Заливают выбоины литым асфальтобетоном. За день рабочие используют до 6 тонн материала. Именно столько вмещает в себя кохер, специальная машина. Ремонт, так сказать, выбоин, которые превышают ГОСТ. У нас по ГОСТу там глубина, значит, 5 сантиметров не должна превышаться. По ширине 60 сантиметров, по длине 15 сантиметров. Укладывается он при температуре более плюс 5 градусов. Но также, возможно, предусмотрено ГОСТом и более низкие температуры для устранения аварийности. Осмотрел глава и чистоту дороги. Сделал замечание. Данный бордюр еще не видел лопаты и щетки. На многих дорогах у нас это уже происходит. На электронную почту главы постоянно приходят жалобы от жителей района. Эти фотографии прислали жители улицы Советской. Снег растаял, и как подснежники повырастали кучи мусора. И вот Олег Хромов на указанной адресатами территории. Тут же уже кипит работа. Сотрудники недавно образованного предприятия, службы единого заказа, благоустройства и дорожного хозяйства наводят порядок. Наше поле деятельности. Это внутриквартальные дороги. Это в будущем, здесь тоже конкурсы были разыграны, детские спортивные площадки. Но пока их содержит другая организация по городскому поселению. Это памятники, это различные зоны отдыха, скверы. Также это дорожки и тротуары, внутриквартальные дороги, газоны. Кроме этого, организация будет заниматься высадкой цветов к началу мая. В эти апрельские дни работы невероятно много. Но впереди ряд субботников. Город необходимо сделать чистым. Я всех уважаемых жителей приглашаю выйти во свои дворы, выйти на территории общего пользования. Мы всех обеспечим соответствующим инвентарем, экипировкой. Для того, чтобы это сделать хорошим, добрым праздником. Ведь это замечательная, добрая традиция, причем крестьянская традиция, убираться перед Пасхой.